— Добрый день уважаемые подписчики и гости канала. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галямов пропустили тренировку на Олимпиаде в Пекине на следующий день после победы в командном турнире. Японец Юдзу Руханю прокомментировал свое выступление в короткой программе на Олимпиаде в Пекине, где он занял восьмое место. Фигурист также сообщил, что не планирует отказываться от планов прыгать четверной аксель в произвольной программе, который не смог выполнить в короткой. Как мне кажется, бабочка на Сальхове случилась из-за того, что я попал в яму на льду, думаю, что причина в этом. Такая же ситуация была на чемпионате мира, 2019, ведь на разминке я все сделал отлично. В целом все нормально, впереди еще вторая программа, чтобы все исправить. Буду работать усердней, планирую исполнить четверной аксель в произвольной программе. «Я прилетел позже из-за того, что это был мой изначальный план, я себя чувствую хорошо, никаких проблем нет», — сообщил Юдзу Руханю. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от выступления американского фигуриста Нейтана Чена в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Трехкратный чемпион мира набрал 113,97 балла, установив мировой рекорд, а Шома Уна в составе сборной Японии завоевал бронзу. «Меня восхитили Нейтан Чен и Шома Уна — потрясающее катание, высочайший уровень. Наши мальчики выступили нормально, Семененко великолепно откатал, молодец, десятка — хороший результат, а Мозалев и Кондратюк могут лучше. Хотелось бы увидеть кого-нибудь из наших ребят на пьедестале, но пока это практически невозможно. Ребята совсем юные, первый раз приехали на игры, им не хватает опыта», — сказала Тарасова. Феноменальный прокат Камилы Валиевой вызвал массу эмоций у зарубежных любителей фигурного катания. Камила Валиева потрясающе дебютировала на Олимпийских играх в Пекине, в рамках командного турнира фигуристка из группы Этери Тутберидзе выиграла обе программы и принесла сборной России максимальные баллы. Валиева стала первой женщиной, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх, во время проката своей произвольной российская фигуристка продемонстрировала четверной сальхов и каскад четверной тулуп-тройной тулуп. Камила Валиева неизменно феноменальна на льду, в свои 15 лет она уже далеко впереди всех своих конкурентов, мне очень интересно, что из этого получится. Российская фигуристка Камила Валиева вошла в историю Олимпиады, став первой женщиной, которая выполнила четверной на играх. Фактически, 15-летняя Валиева приземлила два четверных в командных соревнованиях, где сборная России завоевала золото, опередив США и Японию. 15 лет человеку, и уже золото Олимпиады, в итоге, даже не знаю, что сказать, потому что творить такое в подобном возрасте, да еще и так, что это нечто совершенно нормальное. Будущее в женском фигурном катании принадлежит Камиле Валиевой. Мне очень понравилось, по-настоящему хорошее катание, красивые вращения и дорожки шагов, отличные прыжки, досадно, что она упала, но в целом отличный прокат, горжусь ею. Этот ребенок так хорош, ей-богу, ей всего 15, она настоящий вундеркинд. Камила делает идеальный четверной прыжок, а я пытаюсь встать с кровати и падаю как картошка. 15-летняя спортсменка в фигурном катании, чем же я занимался в 15 лет, и уж точно не участвовал в Олимпийских играх. Эта девушка просто нереальная в 15 лет, это невероятно, выглядит как смесь танца, гимнастики, фигурного катания и даже не знаю чего еще, может акробатики, невероятно красиво и внушает благоговение. Когда 15-летняя девушка приземляет квад и помогает своей команде выиграть золото, вы могли бы включить ее национальный гимн и показать флаг ее страны.